Привет, друзья! Меня зовут Лошкарев Андрей, это проект «Все по уму настройки». Сегодня у нас 15 января, и я приехал на всеми вами уже узнаваемый объект. Проект из квартиры «Свой дом». И сегодня ребята подготавливаются к утеплению, то есть они утепляться будут на следующий день, но, скорее всего, где-то через пару дней они будут утепляться, а сегодня у них подготовочный день. Я ехал мимо, решил заехать. Когда я на самом деле специально сюда заехал, но все равно по пути, привез ребятам вот такой стол. Стол от Георгича для точной нарезки плитного утеплителя. Он нам больше не нужен, пока мы свой дом утеплили, который каркасник на продажу. Ну а пока у нас утепление никакого не планируется, поэтому я ребятам забросил его. Вот, им облегчит это значительно труд, не нужно будет это все мастерить. Вот, пойдемте посмотрим наверх, залезем. И посмотрим, как, точнее, что такое подготовка под утепление. Здорово, я, да, сразу с пылу, жару, без подготовки, без предупреждения. Я к тебе вниз заглянул, внизу, здорово, здорово, Андрей. Так, слушай, стол внизу, я там этот, от Георгича, передача, эстафету. Хорошо. Так, слушай, а у тебя здесь и не был ты ни разу. Давай, расскажи. Нет, я имею в виду на втором этаже, когда вот ты здесь заморозил это все. Был до заморозки. Нет, я имею в виду, когда вот и акавату здесь вот набросал. А, не было, да? Нет, я никогда не показывал, как это в заморозках. Короче, друзья, смотрите, я нахожусь сейчас на втором этаже. На первом этаже, вы видели, там жилой каркасный дом. На 99% сделана внутренняя отделка. Здесь у нас на окнах пароизоляция, да, это у тебя? Ветрозащита. Ветрозащита, а, ну, мембрана. Да, просто вот окна закрыты. Да, получается. Там просветы какие-то в изоплатье. Короче, тебе еще делать и делать тут, вот, да, герметизация. У меня по-нарушке будет, когда идти дом. Короче, сейчас я вас буду ругать. Почему? За удивление. Вот там за брак. Давай я сейчас сначала про акавату расскажу. И вот это сад. Короче, друзья, смотрите. Значит, вот, просто насыпанная акавата на перекрытие. У нас здесь вот на балках изморозь такая. Там вообще трэш. Это знаешь почему? Почему? Это вентиляция. Вытащена вентиляция. А, санузлов. Да, я сейчас ее буду на окна выводить, чтобы она на улице пигарила. А, у тебя вот и намерзла вот эта вот штука, да? Да, да, да. Это вентиляция получается. Ну, то, что мы готовим, моемся, дышим. А я думаю, что снега столько много? Там ванно. Вот здесь-то нету ничего? Вот, чистые балки. Потому что там нет вентиляции. А здесь, видите, друзья, просто на второй этаж не на крыше увидена вентиляция. И, соответственно, так. Тут только по балкам можно идти, да? Да. Если я встану на акавату, я провалюсь на первый этаж. Да, если ты провалишься, она тебе даст по голове. Вот, видите, трубка. Это у нас вентиляция выходит. И здесь, видите, сверху все это дело намерзло. Влажность, значит, оттуда выходит. Еще как. Да. Ну, а так вот, все просто, эковата набросана. Я думаю, что, не знаю, она осырела, не осырела. Она осырела в этих местах, где? Слушай, она, да, сухая такая. Она осырела только вот где вентиляция выходит. Ну, я ее в окно выведу, сейчас все нормально будет. А летом уже други в крыше сделаю. Короче, у вас сегодня как день построен? Ты поднял весь утеплитель, да, сюда? Накидали мостков, привели электричество. А, вот мостки накидали. То есть здесь у тебя были просто балки. Вот так, лаги. Накидали мостки, подняли утеплитель весь. Утепляется у нас здесь минвата, как я вам говорил. Кнауф коттедж. Кнауф коттедж, сотка. Так, у тебя же 200, а, 2 по 100. 2 по 100. Путылок, наверное, либо 250, либо 300 будет. Значит, 300 надо. Мы 300, 300 вытепляем и сверху просто. Оно как сверху наращиваем. Чем? Бруском. Полтень или соткой. Соткой. Да, и все. И получается, мы помогим. Да, здесь просто, по сути, там 5 досок сбитых. Да. Ну и козла ему надо сделать, да? Козла ему надо сделать. Ну, у нас он просто на упаковках лежал. Две упаковки бросаешь, и на них он. Либо этот самый, у тебя не осталось что-нибудь там, карбона упаковки там. Ну, что-то есть сейчас. Да, твердое. Все, потому что очень важно, миллиметр на 2-3 миллиметра больше отрезал, все. Или меньше. Да? Да. Надо точно отрезать. Там на 5 миллиметров меньше. Ой, больше. Ты же говорил, что сегодня будет подготовка, а потом будет утепление. Мы что-то подготовились. И решили не терять время зря. Ну. Я ночью, но по сантиметрам мы, в принципе, снимем. Короче, фишка в следующем. Утеплитель этот, он работает, его нельзя заворачивать. За углы, в углы нельзя заворачивать. То есть ты его, когда вкладываешь, вот он... Надо, наверное, будет тогда там... Короче, ты его вкладываешь, и легким таким похлопыванием его справляешь. И вот у тебя, например, если он замялся на краях вот здесь, ты вот так... Видишь, ты его просто больше отрезал. Он выравнивается. Короче, вот в этих утеплителях весь косяк вот в этих примыканиях. И если здесь криво он подойдет, его будет замято, то это будет в мостике холода. Вот, поэтому и нужно точно отрезать. Ты замеряешь стойку, снизу замеряешь, сверху замеряешь. Ну, как правило, на расстоянии листа плиты, плитки, замеряешь его. Потому что у тебя стойка может чуть кривее стоять. То можно было, если совсем криво, подрезать эту плиту утеплителя. И четко, там, по-моему, на 5 миллиметров больше отрезаешь. Отрезаешь. И все, и тогда он четко вкладывается друг за дружкой, с перехлестами. А-то вы, получается, видишь, запихали его. А он замялся, он-то не работает. Он вообще там реально намного холоднее становится. Ну, сейчас попробуем. Я вам дать. Вот, смотри, пары. А, ну да. Ты первый этаж, ты первый этаж утеплял эковатый. Правильно? Вот, задувал стены, и здесь у тебя эковата, и баня у тебя в эковате. Ну, там, в 50-50. Вот, а здесь сейчас решил плитный утеплитель. Почему тебе в эковате не понравилось? Слушай, она в бане подпросела кое-где. Правда, в бане нету и заплата. Там токового пленки с двух сторон. Она у тебя в стенах просела? Эковата просела в стенах? А как ты-то увидел? А у меня в туалете не зашит. А вот по стене. А, вот как будто вот здесь, да, вот как у тебя ригель. Да. И ты сверху можешь видеть, насыпал эковату. Да. И она просела за сколько? За год? Сантиметра два, наверное. Да, но на первом этаже такого не будет. У меня стоят перемычки по всему контуру. Вот, ты бишь, у нее. Ну, меньше плотность получается. А в бане там высота 3 метра длины. И вот она по всей длине чуть-чуть просела. Маленько. Но у меня там пленки. И пленки как бы, как сказать, не финские нифига. То есть здесь вот, например, в доме по технологии сделаны из оплат. Пароизоляция финская. Ну, картон нормированный. То есть с ней не должно такое случиться. А в бане я увидел, поэтому на всякий случай решил второй этаж. Короче, эковата просела. Просела, да. Вот так, друзья. Так что эковату, которую я там всем советую. Всем, видите? Я тебе, по-моему, тоже же насоветовал, да? Я же тебе. Вот. Короче, не понравилось. Видите, не нравится эковата. Просела в бане. А здесь не видно у тебя в доме? Просела. Она смотри даже вот здесь. Вот она была просто насыпана. А, пополам? Она насыпана была с горочкой. А, с горочкой? Ну-ка. У тебя же это год прошел, да? Год, да. Ее тянули правилом. То есть ее вот так вот насыпали. И доской тянули. То есть она была вровень. Вот посмотри, как она подсела. Что это, до хрена она там вообще просела? Ну, она тут не задувается. Она здесь просто рассыпается. Когда задувается, у нее другое давление получается. Ну, в принципе, да. У нее плотность другая. Лотность другая. Здесь она просто насыпана. Но она просела. Слушай, а у тебя тут ветер не гулял? Может, это тут ветром все это выюгали? Она должна была куда-то прилететь в итоге. В кучу, правильно? А она никуда не прилетела. А у тебя везде она просто осела. Ну да, если у тебя сверху это лежало, то тут видно, это сантиметра два-три попроседало. Да. Короче, ты решил не экспериментировать со вторым этажом и взять плитный утеплитель и не париться. Да. Так что, друзья, по поводу эковаты пока не знаю, что сказать. Вот. Ничего не буду говорить. Я говорю же, она просела из-за того, что там использованы пленки и не самого хорошего качества. Я не буду бренды называть. Слушай, так, подожди. А при чем тут плен? Их раздуло. Их прод раздуло. А, когда ты в стены задуваешь. Когда их задували, давали давление. Пузо большое получается на стене, да? Да, плюс еще специалист приехал не очень грамотный. Он дал большое давление, что когда кровлю он утеплял, у меня аж вот так на улицу оно полетело. Я остановил, то есть он задул мне стены. Потрывало пароизоляцию получается, да? Да, добрался до кровли, она начала сыпаться на улицу, я его остановил. Говорю, все, хорош. Ага. Как мне не надо. Успокойся, короче. Потом мне кто предоставил эти услуги, сказал, что это был не очень опытный операционист. Вот. И как бы это его косяк. Но в бане кровля утеплена каменной ватой. Вот так вот. А стены утеплены... А, ты кровлю утеплил не эковатой, а каменной ватой. А стены утеплены эковатой. И получается такой пирожок. И по стенам она немножко просела. То есть придется там немножко доделывать. Досыпать. Досыпать, доделывать, да. Эковату. Вскрывать отделку и геморройиться. Слушай, ну мы вот минватой утеплились, но мы только утеплились, пока ничего не просела. На следующий год, если у меня будет доступ к нашему дому, который вот мы утеплили, проверим тепловизором. А к твоему-то дому будет доступ. На следующий год проверим тебя тепловизором, как повел себя. У тебя первый этаж сделан эковатой, а второй этаж будет сделать минватой. И будет что сравнить. То есть в рамках одного дома две технологии. Так что у нас тут интересный эксперимент. Вот наблюдение, как это говорить, образовалось у нас, получается очень интересное наблюдение будет здесь. Так. Что, ответы на вопросы? А, слушай, да, тебе задавали же там вопросы. Слушай, наверное, в следующий раз выпуск сделаем. Что-то сегодня минус 20, я не знаю, как вы тут это самое работали. Слушай, а у тебя этот самый, тут он роквелл есть, а какая-то сборная солянка, да? Ну, роквелл это мои. А ты будешь? На запасы. А, а ты будешь ее пускать тени вы здесь роквелл? Слушай, ну периметр будет к нам, а у меня же еще перегородки. А, понятно. Тоже там люди же волнуются, как тут споро, не споро и так далее, да? Как тут жить вообще-то? Слушай, я сейчас посмотрю, у тебя вообще, видно? Видно. Короче, друзья, Алексей зовут Алексей, поэтому он вам расскажет, ответит на ваши вопросы, он почитал ваши вопросы под первым видосом, вот, и, соответственно, сейчас вам прокомментируют некоторые вещи. Ну, по поводу цены, расскажи, как у тебя 6 миллионов-то набежало. Все холмуют, да, цена, и никто не верит, 6 миллионов. Короче, участок стоил миллион двести, он находится в пяти километрах от города, мне и здесь до бабушки, то бишь до моей мамы, до родителей, ехать 15 минут, если немножко... Но ты выбрал это место не зря, как бы, да? Не зря, короче, родители рядом, 15 минут, если без пробок, если такое плотное движение, полчасика. Соответственно, и друзья там же, и им сюда же, столько же времени получается. Жена в соседнем дворе живет, все те же самые, грубо говоря, расстояния. Короче, друзья, мы находимся здесь, это Красное Село, так называемый поселок Горелого или как здесь? Поселок Горелого, вот. То есть это вот здесь, как сказать, где мы находимся. И у тебя в Красном Селе просто вся житуха, друзья. На Ленинском вся житуха. А, на Ленинском. В городе. Короче, до садика полтора километра, до школы три километра. Скорая сюда приезжает и даже суши доставляет нам сюда. Она здесь полная цивилизация. У тебя асфальт даже сделан. Асфальт даже сделан, рядом озеро, лес. Короче, все круто. Вот. Участок стола Лям-200. Подключение за газ, за электричество и за воду, чтобы я мог к ним врезаться. Это еще 300 тысяч. То есть полтора миллиона было отдано в начальном этапе. Дальше. Баня. Раскорчевывание участка. Вырубка деревьев. Въезд. Фундамент под гараж. Все дренажи. Отсыпка участка. Здесь суглинок. Когда идет дождь, здесь ходить невозможно. Было. Да, здесь очень тяжелые грунты. Это еще полтора миллиона съело. Так, баня. Фундамент под гараж. Въезд. Въезд. Участок. Раскорчевка участка. И дренажи. Замена частично грунта. Тут щебня песка. Нифигово насыпано. То есть там я читал комменты. В регионах 400 рублей КамАЗ стоит песка. У нас он стоит, по-моему, 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей у нас стоит КамАЗ песка, чтобы люди понимали. Короче, еще полтора ты вложил вот эти мероприятия. Ну, чтобы я здесь мог ходить каждый день и нормально себя чувствовал. Не тонул в резиновых сапогах. Вот. Полтора, где-то два миллиона ушло на... Короче, это трешка получается. Это три, да. Полтора, два миллиона. Это коробка дома. Фундамент. Плита. Почему плита? Потому что тяжелые грунты. Потому что хотел теплый пол. Ну, и плита, как бы, мне внушает доверие. Почему был залит ростер? Потому что деревянный дом. Его надо было поднять на полметра. Чтобы на него ничего не действовало. А я тебе в уши дул, что надо. Можно и в пол, жить около земли. Я не хочу в земли, короче. Я его поднял повыше. Сейчас снег сыпет и деревяшка у меня не в снегу. Нормально. Вот. Так, это вот, дожди. Полтора миллиона ушло на что? На фундамент и коробку дома. Коробка, изоплат, сайдинг и кровля. Кровля дорогая. Сайдинг имитатор смысла? Ой, имитатор, да. Кровля дорогая, 5-миллиметровая. Железо там идет. У нее 15 лет гарантии. Она как бы самая такая. Самая-самая. Вот. Это полтора. И полтора миллиона еще. Вот то, что 6, да, получается. Подожди, получается 3-1,5, вот ты говоришь, коробка дома стоила? Да, 4,5. 4,5. И полторашка съела уже отделка это септики. То есть стоит биостанция, она только сотку стоит. Ну, подводы. К дому провести электричество, баню запитать. Провести водопровод. Водопровод я тянул вообще через соседа. То есть через его участок там вообще целая эпопея была. Это отделка, котельная, водяные теплые полы, утепление первого этажа, плитка по всему первому этажу, санузел. Котельную, по-моему, уже сказал. Ну, электричество, сантехника и черновая, чистовая. То есть вот это вот окна, двери. Окна, двери. Окна, двери. Вот это тоже где-то там от миллиона до полутора. Коробка от полутора до двух, грубо говоря. Это от миллиона до полутора получилось. И так у тебя 6 получилось. Так 6 плюс. Покупался инструмент. На инструмент было потрачено больше, чем 300 тысяч. А, ну ты же, да. То есть ты не просто строители нанимал. То есть ты много инструментов купил, чтобы и строители нанимать без инструментов, чтобы подешевле тебе выходило. Да, у меня работали только подсобники. Профессионалов тут не было. Подсобники работали за полторашку в день. Работало по 2-3 человека. Работали они на протяжении, наверное, полугода, ну там с праздниками, с тусовками там моими. А, ты говоришь, на 300 тысяч только инструмента купил? Где-то да, ну трамбовка только 80 стоит, но так-то. А в аренду взять за 500 рублей? А на хрена, она мне деньги уже приносит. А, ты уже сдаешься. У меня же инструмент, в принципе, отбился весь. Я как бы уже, в принципе, денег заработал. Ну и рабочие оплачивались, вот там полгода пока фундаменты, дренажи, то есть все, дом. Как бы дошли мы до имитатора, до первого этажа, до отделки. Все, а отделку уже чистка. Мне только приехали, сделали полусухую стяжку. А, ты же стяжку делал, полушинку. Машинным способом сделала, но еще больше никто ничего не участвовал. Ну все, друзья, вот 6200, да, 6300 они и получились. Просто стена, во-первых, 200. Толщина стены? Да, толщина стены 200, фундамент хороший. Уже объяснил почему. Стена толстая, чтобы было тепло, чтобы мало было теплопотерь. Крыша дорогая, хочу, чтобы... Нет, тут детям хотели. Тут все логично, тут нету каких-то вот глупых, Нет, люди просто удивляются. Куда 6, куда 6? Кстати, друзья, меня очень удивило, что в комментарии никто не написал про собственную какую-то историю. С деньгами связаны все комментарии были такие, что типа Мой знакомый построился за 4 миллиона. Мой сосед построился там за 5 миллионов. Мой там... Я на улице видел там кто-то построился за 2 миллиона. То есть все какие-то слухи. То есть никто, неужели никто из зрителей сам не построил дом и не может назвать реальную стоимость? Вот это удивительно. Я думаю, что то, что рассказывает сосед или знакомый, сколько они вложили бабла, они, наверное, в половину привирают. Потому что, ну, всем хочется, так сказать, приукрасить, сказать, Да, все лохи, я тут за 1,5 миллиона себе 300-метровый кирпичный дом построил, а все как лохи строят за 10, за 12. Вот, так что, ну, реальная история. Вот сейчас вы услышали, то есть все эти 6 миллионов были расписаны. И, соответственно, мы имеем по факту, у тебя здесь на сложной земле хороший участок у тебя подготовленный за ренажами, у тебя уже готовый фундамент под гараж, утепленный снизу, у тебя баня готовая с полной отделкой практически там снаружи подделать, и у тебя большой тут... Ну, как бы, чтобы было понимание, в Питере трешка хорошая, с паркингом, наверное, где-то в 10 лямов, да, стоит? Ну, от 10 лямов, ну, как бы, грубо говоря, 10 миллионов. Со средней отделкой. Со средней отделкой. Так можно получить дом, 200 квадратов, участок, 10 соток, баня, свой забор, гараж. Слушай, а вот там вопросы были, что мог бы участок где-нибудь в другом месте купить, что у тебя здесь участок такой поносный. Ну, что ты вложил бабла столько, может, за 2 миллиона можно было какой-нибудь в другом месте тут купить. Мне до озера 10 минут, вот у меня через дорогу лес, я за грибами в хоро. Хотя вот и ЖС-ные участки, ты же с удовольствием живешь, и ЖС-ные участки в 2 раза дальше, они там через овраг, им ехать нужно. А ты, получается... Нет, есть поближе, но они стоят уже в 2 раза дороже. Вот там, по-моему, по 3-4 миллиона они стоят участки. Сейчас уже 4, да, сейчас уже 4. Короче, вот такие ответы, друзья. Задавайте очередные вопросы. Мы здесь, я здесь еще как минимум один раз появлюсь. Вот потом ты, по-моему, по первосне, да, уже будешь что-то делать. То есть сейчас у тебя задача утеплить, закрыть здесь окна, да? У меня задача была его сюда затащить, начать. Так как я вызвал помощника, значит, надо осваивать правильно бюджет. Вот мы и осваиваем его. А, нифига себе, а вензазор в этом. 50, как и нужно. Так, ладно, друзья, не буду... Давай, затаскивайте. А я встал, наклонились леса, и утеплитель чуть не повыпадал. Я еще тот самый худой. В кавычках. Слушай, как они под тобой не сломались. Короче, друзья, по поводу того, что у меня скоро там... Короче, худею я, худею. Я думаю, что к этому пляжному сезону похудею. Все, спускаемся. Короче, друзья, в чем заключалась подготовка? По-моему, я вам... Мы говорили про это. Приехал утеплитель, но он приехал не сегодня. Вот он там на улице лежал. Вот там. И ребята сегодня подняли его наверх, весь утеплитель. Вот. Кинули дощечки, чтобы ходить по второму этажу. Потому что если на эковату наступить, то ногой проваливаешься на пароизоляцию. А вы видели, на первом этаже у ребят потолок не подшит. Там просто вот пленка, пароизоляция и все. То есть, если наступить мимо на эковату, то провалишься на первый этаж. И как сказал Алексей, жена не будет рада, она убьется. Если провалишься. Все. И, соответственно, они сегодня даже попробовали поутеплять. Маленько я их там покритиковал. Уже конец, сейчас уже вечер. В общем, сегодня у нас пятница. В воскресенье планируем, ребята планируют начать утепление. Вот. Поэтому я приеду, покажу вам, как они это делают. Здравствуйте. Увидимся на утеплении. С вами был Ошкарев Андрей. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...